Привет, друг! Не забудь подписываться на группу ВКонтакте. Заходи, смотри, и ты увидишь здесь много интересных постов о космосе, о новостях космоса. Также мой редактор-человек очень старается, создаёт красивые посты с музыкой, со скринами, с моими видеороликами новыми и также многими-многими другими интересными новостями. Подписывайся на группу и будь в курсе последних новостей. Ну а теперь приступаем к видосу. Погнали! Всем привет, Рэй, друзья! С вами Элджи. И перед началом этого прекрасного видео я хотел бы, собственно говоря, просто поздравить всех моих зрительниц с Международным женским днём. Вот, пожелать счастья, удачи, любви, а также много подписчиков мне на канал. Но это уже не важно. Итак, ну давайте же мы с вами приступим к сегодняшнему видео. Сегодня, как вы узнали, как вы поняли, наверное, по нашей превьюшке, будет что-то, нечто, какие-то аварии, да? Сегодня мы что-то будем долбать опять. Именно так, вы не ошиблись. Также я хотел бы попросить всех девушек, всех моих зрительниц, моих, сколько бы вас там не было, Отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Мне просто интересно, сколько вас. Вот. Итак, приступаем к видосу. Сейчас мы с вами возьмём систему, скажем, необычную, а систему, допустим, TRAPPIST-1, где-то она была. Сьюстемс, идут системс, окей, понятным. Пол, TRAPPIST-1 берём. Так, и сегодня мы будем с вами её как следует уберегать. Итак, насколько вы знаете, здесь расстояния очень небольшие. Карлик, очень маленькая звезда. Вот, вы представляете, что если я сейчас возьму солнце, чисто для вас просто для интереса, вот сейчас вместо карлика, если мы его поставим... Блин, я что-то не рассчитан. Давайте ещё раз. Так, уменьшим скорость. Возьмём солнышко. Сейчас мы посмотрим, как эти экзопланеты будут выглядеть, если бы на месте этой вот звезды TRAPPIST-1, да, стояло солнце наше. Блин, я даже боюсь представить, что будет дальше. Ну, скорее всего, вот эта температура поднимется, наверное, да? Потому что у солнца зоны обитания вовсе не так, как там. Может быть, вы, наверное, поняли. Вот солнечные зоны обитания, ребят. А вовсе не здесь. Так, врезалась в солнце одна штука. Оно превратилось уже в голубую звезду. Так, TRAPPIST-1D также неумолимо движется к солнцу. Бамс-бамс. Мне вот интересно, она всех засосёт? Или всё-таки TRAPPIST-1H, допустим, самая дальняя от неё планета, сможет каким-то образом выжить? Нет, даже выжила TRAPPIST-1E, ребята, вы представляете? Даже TRAPPIST-1E, вот она, выжила. Ну, как выжила, на самом деле? Её раскололо просто на огромное количество фрагментов. Вот. И, по сути, TRAPPIST-1E это сейчас вот такой вот кусок непонятный, оставивший за собой вот такой хвост. Я не знаю. Да, скорее всего, вторым он врежется в солнце всё-таки, да? Вторым витком. Нет, ребята, TRAPPIST-1E будет по-прежнему летать вот так вот вокруг солнца со своими кучей фрагментов. TRAPPIST-1H, как ни странно, не очень даже и сильно-таки разогрелся. Его температура всего-то лишь 900 градусов. Ну, всего лишь 900 градусов. Так, ну ладно. Это не очень интересно. Давайте ещё сегодня сделаем в честь наших девушек какую-нибудь рандом Рокки-планетку. Так. Ну, Стаси непонятная. Настасия. Настасия какая-то. Так. И возьмём и сделаем её красивенькой, как любят девочки. Я так полагаю, многие любят красно-такие розовые цвета. Ну, такие. Называется там тональный. Вот можно, конечно, кровавый мясо цвет сделать. Вот можно цвет Марса где-то выбрать. Вот. Можно выбрать вот... Вот такого цвета планету. Можно... Ну, вообще, конечно, я хотел бы такого вот розоватого цвета сделать. Розоватый это вот... Ну, как-то так. Нет, розовый это где-то вот тут. Вот такая вот весёлая планетка. Мы сейчас эту вообще сделаем красненькими. Давайте сделаем лучшую зелёной, как будто она травой покрыта, да? Сами её покроем водой. Ну, вот как-то так. Я не знаю, как это ещё можно. Представить. Вот, в принципе. Вот так вот выглядит эта планета. Вот такие вот на ней красивые океаны, моря. Вот. Так сказать, можно... Эту планету было бы колонизировать. Вот так вот она прикольная получилась. Считай, эта планета посвящена всем девушкам. Вот. Как она выглядит, вы видите. Вот. Я, конечно, подозреваю, что вас очень немного. По статистике всего 13% посмотревших моих видео. Из... Это девушки. Вот. И то не факт, что все останавливались на моём видео. На моём канале. Итак. Значит, ну это вот такая у нас планетка получилась. Есть такая штука, ребята, в Basic. Это называется... Ну, не в Basic, а в температуре. Life like wood. Вот. Это значение... Вероятность жизни, так скажем. Вот. Её вполне можно сделать, увеличив массу... Ну, сделав одну атмосферу, хотя бы, на ней. Одну земную атмосферу. Согласитесь, уже совершенно по-другому планетка выглядит. Уже 0,256 число. На Земле это число равно одному. Если что. Ну, если я не ошибаюсь. Вот это вероятность возникновения жизни. Ну, так как в Альфа-20 сейчас органики нет. Хотя, в принципе... Если это делать вот таким вот образом, ребята... Если брать Power... Нет, не то. Материал. Органикс. Если вот так вот её запускать. В Землю. Ну, в планету, да. То можно сделать там органики. Сколько-то. Так или иначе, планетка-то всё равно остынет. Вот. А органика будет на планете. Ну, что ж. Конечно, мы, скорее всего, не дождёмся огней и городов. Потому что Эвсимулярити слишком... А, Life Like Wood слишком маленькая. Вот. Ну, вот так вот. Так вот, немножечко у нас сумбурный выпуск, что не получился. Так вот, мы планету с вами сделали. Так, я предлагаю пойти дальше, ребята. Взять что-нибудь из планет. Ещё раз. Так. Солнце закрывается Юпитером. Ну, это неинтересно. Просто давно мы не видели, как выглядит, так скажем, что-нибудь. Так. О! Маленькая звезда, да. Кстати, вы видели, наверное, что происходит с звёздами, которые вешаются на чёрную дыру. Давайте мы также ещё раз повеселимся. Возьмём Black Hollis, скажем, в 100 тысяч. О, блин. Вот, 100 тысяч. 100 миллионов солнц. Всего-то. Всего-то 100 миллионов солнц. Господи, она же маленькая. Она же маленькая. А, 100 масс солнца. 100 масс солнца. Да, и очень удобно. Мне прямо нравится на неё орбиту вешать звёзды. Скажем, вот тут вот. Вот, Wolf 359. Это огромнейшая звезда. И что вы думаете? Куда она улетает-то, я не понимаю. Нихуи. Это всё, что от неё остаётся, я так понимаю? Фрагмент 272 земли размером. Нифига себе. Я не думал. Так, я хочу просто... Дело в том, что я хочу попробовать чёрную дыру, так сказать, ну, аннигилировать. Возьмём наш Сагитариуса, родной, который у нас находится недалеко совершенно. Так, возьмём какую-нибудь звезду, скажем, Вольфа. Опять же, того же. Не, ну, по сравнению с Сагитариусом, а, конечно-то, это да. Вжик, 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 вжик. Красиво она засасывает всё. Что она и солнце также засасывать будет, да? Вжик. Если даже на расстоянии в 3 АУ поставить, любая звезда будет лететь к черной дыре и просто ею поглощаться Вот, вообще очень, конечно, красиво Вот, как же это будет с ригелем, мне вот тоже интересно стало Давайте посмотрим, что произойдет Ригель засосала, мать вашу! А какого же это она размера-то станет после такого? Так, вот такая вот красивейшая у нас инсталляция из огромного количества ригелей Вот, давайте посмотрим, что будет с черной дырой Так, ну они там взрываются Смотрите, кстати, суперновую, она не засасывает Заметили, да, ребят? И вот еще баг, смотрите Наводишь, а он изменяет пространство, которое там сзади, но вовсе не... Смотрите, смотрите, к нам ригель приближается Ригель приближается! Черная дыра, а что она так пульсирует-то? Что она так сжимается? Нифига себе Смотрите, ригель Шмяк! Нету черной дыры! Ой, нету ригеля! Так, это что такое? Это суперновые? Да, довольно прикольно на самом деле Ну что ж, она сожрет прямо любую звезду, вы хотите сказать, дорогие друзья? Вы хотите сказать, что она сожрет любую звезду, которую к ней можно поставить, да? То есть вы так хотите сказать? Я ставлю Арктурус Я делаю ему масс... Я делаю ему радиус вот такого вот размера 167 мелкий вэйф Вот такого размера Я просто не знаю, как она такая получилась у нас, звезда Вот и удастся мне ли из нее вылететь вообще? Ладно, давайте мы ее уменьшим, скажем В один мелкий вэйф размером ее сделаем Вот, ну чтобы она не такой большой была Так, но тем не менее, она будет всё равно поглощать Сагитариуса внутри Что сейчас произойдёт? Эксперимент Нихрена! Размером в одну галактику Просто была поглощена звезда Я в шоке, ребятки Ой Да, друзья Даже и Вега, да? Все эти планеты, конечно, тоже Ну, конечно, можно звёзды вот так вот ставить И, возможно, они, кстати, не врежутся Возможно, будет орбитость какая-то Ну, орбитность, я бы так сказал Так, давайте ускорим время Так, ригельного реминант уже Здесь у нас разлетается Там ещё один взрыв сверхновый произошёл Но это, в принципе, не важно Кстати, чёрная дыра, ребята, не засасывает Как вы видите В себя Сверхновые вот эти вот штуки Почему-то Хотя, по идее, чёрная дыра должна засасывать всё Ну, собственно, сказать Ещё один баг такой вот альфа-версии Так Что к нам ещё летит ближайшее Блин Ё-моё, какие светоприставления тут происходят, а? Взим-взим-взим Смотрите, ребят, как это красиво Как это красиво Просто невероятно Ммм Просто, не знаю, красивейшие лучи вот такие вот Разлетаются в разные стороны Ладно, дорогие друзья На этом всё На этом наш выпуск подходит к концу Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Не забывайте вступать в группу ВКонтакте О чём я говорил в начале видео Вот Ну и всё Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok